В Наринмаре прошел круглый стол, в ходе которого представители органов власти, окружных предприятий, крупного и малого бизнеса обсудили меры по повышению инвестиционной привлекательности региона. Мероприятие прошло в Наринмаре в рамках реализации в регионе федерального проекта «Локомотивы роста». Круглый стол о мерах по повышению инвестиционной привлекательности Ненецкого автономного округа был организован на информационной площадке Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия». Мы используем любую возможность для того, чтобы привлекать сюда инвесторов. Чем больше у нас будет крупных инвестпроектов, наверное, это для предпринимательского сообщества, это дополнительные возможности. Одна из ключевых задач повестки дня – проанализировать эффективность действующих в Ненецком автономном округе преференций для инвесторов. Все они закреплены на законодательном уровне. Ненецкий автономный округ – это территория с богатейшим природным потенциалом и стремительно развивающейся экономикой. Наш регион имеет стратегически важное значение в топливно-аналетическом комплексе европейского, севера России. Суммарно извлекаемые запасы нефти оцениваются более чем 1 миллиард тонн. Газ у нас 500 миллионов кубометров и конденсат – 20 миллионов тонн. Оброк входит в пятерку регионов России по добыче нефти. Объем ВРБ за 2021 год – 366,2 миллиарда рублей или на 11% выше уровня 2020 года за постаримых ценах, что вызвано восстановительными процессами в экономике региона. Рост к докризисному 2019 году составил всего 4,3%. По итогам 2022 года мы ожидаем увеличение малорегионального продукта до 388,7 миллиарда рублей. Традиционно наш регион характеризуется высоким уровнем ВРБ на душу населения. И по значению данного показателя мы находимся на первом месте среди субъектов Российской Федерации. По предварительным расчетам он в 2021 году составит 8,2 миллиона рублей, что более чем на 20% выше уровня 2020 года действующих цен. Улучшить инвестиционный климат в регионе призвана стратегия социально-экономического развития округа. Выделено два стратегических направления – наращивание нефти и газодобычи и развитие северного морского пути. Регион возлагает надежду на два крупных инвестиционных проекта, которые будут формировать экономику региона в ближайшие 10 лет. Все они носят долгосрочный характер, поскольку связаны с нефтью и газодобычей и предполагают длительный цикл реализации. Новый проект строительства морского порта Индика, кубоколодный морской порт Индика, выступит новой точкой доступа к морским путям, артической зоне и атватории северного морского пути. Его создание увеличит экспортные возможности для производящих северо-западных регионов Российской Федерации, обеспечит высокую конкурентоспособность российских грузов на новых рынках сбыта, в том числе с учетом возможностей северного морского пути. Результатом реализации данного инвест-проекта станут более 4 тысяч рабочих мест, в том числе и для жителей округа. Прогнозируется значительное увеличение налоговых поступлений и платежей бюджета различных уровней. Второй крупный проект, на котором остановилась Татьяна Лагвиненко, также связан с крупными инвестиционными вложениями в экономику округа. Строительство в Ненецком автономном округе газохимического комплекса на базе Кумжинского и Королевского конденсатных месторождений также позволит увеличить налоговые и неналоговые доходы на территорию округа и привлечет новые инвестиции. Также проект призван существенно увеличить деловую активность региона и количество воскралифицированных рабочих мест. По словам Татьяны Лагвиненко, эти инвестиционные проекты будут способствовать диверсификации экономики округа в сторону транспортно-логистического направления. По результатам работы круглого стола его участники выработали соответствующую резолюцию.